Вот у Коли пришло время, когда он решил заняться своим домом. Наконец-то у него освободились руки, и он решил сделать вот такой вот соколёк. Чтобы соколёк был красивый и крепко держался, он взял такую сетку штукатурную металлическую и посверлил такие отверстия, забил там чопики, как они называются, они такие пластмассовые, и дюбель-гвозди, дюбель-гвозди, то есть это простая система, или шайбами он подпёр, ну кто какой способ найдёт, вот он, наверное, шайбами поджал. Вот видите, это силикатный такой кирпич, арочка выложена. Этот дом я строил сам его ещё там сколько там, 25 лет назад, сейчас в Коле живёт его, и потихонечку пришло время, чтобы он его, ну как его, реконструкцию сделал, или оформил её. Дом любит, когда за ним ухаживают, и вот он берёт по сетке, делает черновую подкидку. Ну это простая ситуация, вот видите, у неё лавочка и тот соколёк за ней, он его делал раньше, а здесь у неё дошло вот время и возможности сделать вот оформление, ну назовём её времянка. Раньше была здесь времянка, я жил её, потом построил дом и пристроил времянку к дому, то есть он как бы соединил им одним проходом, и вот такой вот соколёчек, который сделал Коля. Вот так он выглядит, вот такой камушек у него, то есть ну это, как назовём, как евродекоративный камень, мы его часто применяем, и вот Коля покажет, как он его делает. То есть у неё такая рустовочка есть, он её показывает, вот так она выглядит, он берёт её, подрезает. И в каком, там будем говорить, масштабе определённом, или в каком размере, и делает перевязочку, ну это то, как он сам понимает, и каждый художник видит по-своему. Ну у неё есть уже наработки определённые, ну как это брендовый камень, который он часто делал. Видите, там большой камень, а здесь он таким маленьким камушком перевязан, ну как назовём его еврокамень. Есть такие даже силиконовые формы, можно отливать, там, ну, а мы его вырезаем. Можно, ну как, продаётся даже такие камень, ну где-то мы подсмотрели, где-то своё сделали. Вот такая рустовочка, она делается с такой, как бы пружинной стали. Вот он, раз, здесь два маленьких камушка сделал. И очень важно, вот взять и уголочки такие подрезать, видите. Здесь вот камушек, он такой вот делает большой камень. Там внутрь, и видите, он даже хитрит, как бы не по правильной перевязке, а камушки боком ставит, как бы поперёк. Ну как хочет, так и ставит. Вот под низом он подрезку делает. И вот такой вот обычный, будем говорить, декоративная штукатурка, вот в таком камне. А там вот, потом, вот видите, надо теперь текстуру, или как её, структуру камня набить. Для этого у нас есть вот такая вот щёточка по металлу, и мы её набиваем, она такой создаёт, как бы, камень шершавый. Ну и что-то где-то отлетает. У нас есть даже такие молоточки, я её растворю. Можно более, большие дырочки бить. То есть, ну, вариантов много. Некоторые берут такой каток, силиконовый такой, и берут его, прокатывают, а там рельеф. И тоже получается структура камня. Ну, вот Коля решил вот такую технологию применить. Он взял щёточку, набил металлом, металлическим вот этим, а теперь, знаете, у неё мастерок. И он такой берёт скольчик и делает. Видите, скольчик, он, получается, как скалывается, но для этого надо, ну, найти, ну, дождаться, когда раствор, ну, будет иметь определённую, ну, как, прочность, и он будет колоться. Потому что если его лепить, он будет скользкий. Ну, можно, кто-то лепит, вот видите, Коля скалывает. Ну, он очень аккуратный. Видите, у неё вот такой скольчик получается, и немножко под углом его. Ну, он решил его, видите, скольчик сделать снизу. А почему снизу? Ну, дело в том, что снизу будет тень падать. Если его сверху сделать, он будет светлый, и, как бы, объём потеряется. Ну, вот как на интуиции, он спросить, Коля даже сам не объяснит, почему он так делает. Ну, вот я сейчас думаю, а почему он так делает? Ну, наверное, потому что тень даст рельеф. Ну, а сверху он его не будет видно. Вот он, как бы, затеняется, и получается более объёмный. А теперь, видите, он берёт кисточку, и вот этот всё, ну, как бы, кисточкой, вот эти пыльцу, зазубринки, он их зачищает. И кисточка легко, и вот эти округлости делает, и получается, вот, как бы, чистый камушек. Ну, опять надо иметь ещё определённый характер. Ну, вот, Коля, он аккуратный, и у него всё, все работы чистые, и он, ну, делает качественно, не спешит, короче, он всё делает один за другим. Вот эти пальчиком уголочки задел, всё это на интуиции. Ну, опять у него 10-15-летний, там, или сколько лет он уже работает в этом бизнесе, и у него куча объектов, и тысячи квадратов из заборов, и скульптур, и всевозможные декоративные штукатуры. Ну, это он, это делает для себя. Это Херсонская область, он это делает, ну, на Украине. Камушек такой, ну, он ему свойственный, и ему такое нравилось. Вот он щёточкой все краешки затёр. Ну, раньше мы перчатками какие-то резинами натирали, было, и у нас такое, как бы, затирку мы делали. А сейчас технологии меняются, и опять уже столько людей, которые занимаются декоративной штукатуркой, они уже такой, там, называют печатный бетон, или какой, и там, что за ними не угонясь. Они на таком высоком уровне делают, что уже не знаешь, ну, как с ними конкурировать. Ну, вот, вы увидели, что он накидал черновую, а потом стал делать чистовую. Потому что, когда ты подрезаешь, ты резачком упираешься вот в тот крепкий слой, который делал раньше. А если его делать за раз, то ты будешь упираться в силикатный кирпич или в сетку, и потом при морозе или там, ну, при воде будет вода затекаться, затекать и контактировать с вот этим, и будешь подрывать слой. А когда ты упираешься вот в черновую, он, смотрите, угол черновой, и он колонну сейчас будет делать. На ней уже есть черновая. И теперь, когда ты будешь резать, ты упирешься вот в этот крепкий слой. Вот видите, ну, здесь колледж занятый был, некому снимать, вот это как могли, ну, мы снимали уже, ну, получается, обзорный фильм и где-то кусками мастер-класс. И опять, это тоже фильм, я уже раза три-четыре показывал, то там озвучка не такая, то там я ищу, что там, что только про меня не говорят, какие глупости, что я там. А теперь я решил немножко переозвучить фильм, ну, даже не с озвучкой, потому что в конце фильма будет покраска. Ну, нашли мы там кусочек покраски, я решил все-таки этот фильм, ну, как бы, перезалить заново. Ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь, потому что он уже есть, ну, оно нет у вас покраски. А покраска короткая, и, ну, придется весь фильм показать. Ну, тут, короче, фильм смотрят, я его делаю еще раз за покраски. И вот видите, смотрите, какая колонна. Посмотрите, вот эта сковочка, он ее молоточком набил. Если посмотрите, какая хитрость. Она получается как будто молотком пробитая, и это придает натурализму. И вот, глядите, вот силикатный кирпич, который был, ну, опять вот мы таким куском покажем его. Ну, я нашел вот такой клей, который он делал, а вот это показан домом. Ну, дом, который он утеплил пенопластом, и пошпаклевал его вот этой шпаклевкой. У нас очень принято утеплять дома. И вкладывание денег в утепление дома, это, ну, большое дело. Это всегда выгодно. Даже как бы это дорого не было. Вот Коля переделал цоколь, который был раньше у меня. То есть, прошло 25 лет или 20 лет, ну, с того времени. И Коля уже сделал. Ну, этому цоколю, наверное, уже года 3-4 стоит. Вот так он выглядит. Все держится, все нормально. А вот это вот, будем говорить, по пенопласту, такая шпаклевка, только на клеевание. Ну, вот он клеем, и у нас это делается, отработанные технологии, и специальная шпаклевка для шпаклевания пенопласта. И вот он показывает, вот смотрите, вот такая сеточка, которая, ну, на колонны, и прибивается, и по ней идет шпаклевка. То есть, вот под этой шпаклевкой находилась там сетка металлическая, и он по ней там, только здесь нацоколена была, а здесь будет огромная, ну, специально Коля попросили, как бы заданно вперед снимаем. Ну, вот такой клей, там 40-й как-то у нас называют, ну, просто у нас это украинское там производство, там, ну, в России, может быть, это другие фирмы, ну, принцип один и тот же. Это шпаклевка уличная, по пенопласту, вот Коля берет, его просто замешивают в ведре, и мы покажем, вот, что он с ней делает. То есть, специально я попросил его, чтобы он, вот, сделал кусок этой работы. Ну, так вот, дрелью он ее там размешивает, и, ну, до того состояния, которое, ну, ему удобно работать. Ну, вот, опять, вот сейчас он ведро возьмет, и просто, ну, просто ей руки у нее не в перчатках, он аккуратненько вам примажет сетку, и просто потом покажет, как он будет делать, работать. Тут он ее смотрит, в каком она состоянии, посмотрит, какое она мазать. Он берет пяти стен, на стенку, ну, может, он просто не захотел, надо стенку было помазать, там много уже нам специалистов рассказали, как делать. Ну, вот он, наверное, ленится ее правильно. Он, короче, вот эту сетку, он прицепил, чтобы она не упала. Вот он теперь взял на шпатель ее, просто замажет ее, да и все. Ну, правильно, наверное, надо было стенку помазать, а потом прилепить ее. Ну, я не специалист. Я к этим евроремонтам вообще не прикасаюсь. Я говорю, мое дело с культурой, там, вот какие-то большие работы, там, ну, короче, вот он взял ее, замазал, да и все. Ну, может, кто-то там грамотный скажет, как надо, но... Вот он помазал и помазал. Ну, вот это, говорит, подготовка идет, она прилепилась, эта сеточка к стенке, и клей ее позволит, как бы, вот эту поверхность, ну, при солнце, при там морозе, она будет немножко нагрузку, будем говорить, разгружать. Вот, короче, делается такая подготовка. То есть, ну, в принципе, надо было пошпаклевать ее, потом прилепить, ну, прилепил и прилепил. Это просто... А вот теперь кусочек фильма, вот, как он это делает. Ну, тут он берет на шпателек, видите, как, типа, евроремонтники, и потихонечку вымазает. Ну, есть такие названия, сокол, я знаю, раньше называли сокол, а сейчас он со шпателем берет его. И вот он такие помазал, и потом такие мазки делает, и получается, ну, своего рода, как бы делать ее шуршавой. Старую штукатурку, вот он ее показывает, как на той стене. Эта стена там 3-4 года стоит уже через зиму, я точно говорить не буду. Ну, вот она стоит и стоит. То есть, у нее дом гораздо теплее стал. А теперь он это... Только здесь там по пенопласту делалось, а здесь он делает без пенопласта. Ну, этот, как бы, домик, времянка, она типа сарая, ну, она нежилая, будем говорить. Раньше рыбный цех был, или что-то там такое, но сейчас, ну, нежилой. Территорий хватает, а времянка стоит. И вот он теперь, он берет и делает вот такую интересную, будем говорить, такую штукатурку. А суть в чем? Получается, есть здесь низа и верха. То есть, вот, он мазки делает, старит ее, а когда при покраске, вы потом поймете, то есть, ну, низа будут более темные, а верха будут, ну, светлые. И получается, видите, он теперь шпателечком, как бы, соединяет это, вот эти, и получаются пропуски. Видите? И вот такая, ну, как у нас караед есть. А вот, будем говорить, ради этого фильма, мне пришлось перезалить его весь фильм. То есть, спрашивают, а как покраска? Ну, то есть, вот нашли мы кусочек покраски, вот он берет, видите, сначала было задуто пистолетом, задуто, такой бежевый цвет, назовем, или там желтый, ну, бежевый, наверное, все-таки бежевый, потом он берет каточек, и вверх, выкатывает белой краской. Вот, простая технология, и получается, такой интересный цвет, понимаете, там, ну, как бы, два тонна. А вот эта Ира занимается, там, барашку красит. Ну, не знаю, может, ближе покажут, но вот, как бы фильм сделали, а попробуй в мастер-класс, это надо, ну, стоять сутками, за ним снимать. Поэтому, получается, вот такие проколы. Ну, мы можете справиться, все-таки научимся, будем делать качественные фильмы, и снимать качественные. Вот, видите, она берет барашку, и вот уже, видите, медью набивает, а медь уже прокрашенная, а чтобы медь покрасить, надо черный было, темной краской. А теперь она, видите, как бы пробивает ее светленьким, краешки набивает. И получается, тоже полутона. Грабина темная, идут пропуски, и середина бронзовая. И вот получается, 3-4 тона, и получается, такая интересная работа, то есть, уже бетон на бетон не похожа, получается, медь. И вот он, тот соколек, который вам, ну, вы очень хорошо его посмотрели, там, миллион просмотров, и, ну, просят меня, как покраска. Ну, я уже, вот решил вот так показать вам покраску, ну, на мобильник снятый кусок был, и вот показывает он, вот, вот окраска, которая 3 года стоит. Ну, вот у него его красители, там, пистолеты, ну, вот, последний штрих делается, вот таким вот валиком. ну, может, в принципе, это не сложно покраска, вы все-таки, ну, недаром посмотрели, что-то вы для себя уясните, вот, видите, не с низа, темный, и тот же беж, ну, на белой краске, ну, там есть разные, ну, цвета, которые идут по разным номерам, ну, и можно его колеровать, ну, ира опытная, она могла взять бежевый цвет, и дать белого, заколеровать его на, на основе, на той, главной основе, а может, они просто заказали уже готовую краску, ну, я, ну, сказать, сказать точно не могу. Ну, вот, то так двор выглядит, и, он, тот цоколек, та стенка, он, ну, я показываю, что они как бы в тоне находятся, ну, еще там незаконченная работа, входная группа, там, бока, может, он будет доделывать, и я попытаюсь все-таки более качественно снять покраску, или то, что вас заинтересует в этом фильме, то есть, вы видите, у него там стенка сделанная, есть и росписи, ну, двор очень маленький, и получается, как испанский двор, вот такой он закрытый, беседка, там, вот он, малые формы какие-то, там, елочки посадил, ну, вот так вот, четыре с половиной сотки, в принципе, развернуться, ну, ну, я, для жилья хватает, гараж есть, ну, на улице земли достаточно, круче, так выглядит вот такой дом, и вот этот забор тоже года три-четыре, наверное, уже стоит, он тут туалет проглядывает, ну, вот он и Коля, мастер, а вот это на заборе, вы видите, старая декоративная штукатурка, если присмотреться, вот эта беседка, это делаю я, ей 25 лет, там не было ни шпаклевок, ни того, ни сетки, просто кирпичи закидали, и вот 25 лет это простояло, ну, вот уже Коля делает по новым технологиям, по современным, я думаю, это простоит дольше.